Сегодня пожарные спасали погорельцев с четвертого этажа. Третий год подряд МЧС Чувашии проводит учения в многоэтажном доме. Условия приближены к реальным. Не хватает разве что самого главного и неприятного огня и едкого дыма. Татьяна Филатова наблюдала за учениями огнеборцев. Лучшие пожарные республики в очередной раз проверяют свою боевую готовность в максимально приближенном к реальности условия. Четыре команды по 10 человек строятся и получают задание – спасти людей из горящего здания и устранить очаг возгорания. Сегодня у нас проводятся соревнования между дежурными королами Чапоксарского и Чапоксарского гарнизонов по тушению пожаров и спасению людей с высотных зданий. Личность там будет действовать быстро, как на реальных пожарах, потому что соревнования проводятся для выявления лучших. Пожарные спешат на помощь попавшего в беду жильца многоэтажного дома. Быстро раскатывают рукава, забираются в окутанный дымом подъезд и поднимаются на четвертый этаж. Именно здесь, по замыслу, находится очаг возгорания. Спасатели проводят разведку, выносят из задымленного помещения пострадавшего и начинают борьбу с огнем. На все эти действия пожарным отводятся считанные минуты. Пожарная часть Ленинского района показала лучший результат. В августе огнеборцам предстоит испытать свои силы на региональных соревнованиях в Оренбурге. Остальные части проиграли с небольшим отрывом. Надо было набрать команду, 8 человек. Отобрали самых сильнейших, лучших, кто способен бегать и выполнять задания. Сложности есть, но мы их, так сказать, исправили сразу по ходу и выполнили все, что должны были сделать. С начала года в республике произошло 602 пожара. В огне погибли 49 человек, а спасены 226. В таких учениях нарабатывается опыт, чтобы в реальности действия были отлажены до автоматизма, а спасенных было больше. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.